Мой сегодняшний гость знает про наркотики все и даже больше. Хотя мне всегда казалось, что знать про наркотики – это все-таки прерогатива потребителей. Тяжелый разговор про легкие наркотики с главным наркологом Минздрава России Евгением Брюном. Добрый вечер. Я хотел бы начать разговор с инициативы госнаркоконтроля. Насколько я понимаю, они внесли в соответствующие органы предложение о поправках законодательства. И теперь они будут лечить бывших заключенных наркоманов. Правильно я понимаю или нет суть предложения? Ну, предложение больше касается, наверное, реабилитации больных наркоманией. Но, насколько я знаю, у них есть желание заниматься и медицинской помощью больным наркоманией. Ну, вы знаете, всегда вспоминается старая басня Крылова о сапожнике и пирожнике. Вот кто-то должен заниматься своим делом, кто-то другим делает. То есть это не дело Минздрава? Это дело, прежде всего, Минздрава, лечения, реабилитации. Прежде всего, это Минздрав, конечно. Больными людьми должен заниматься здравоохранением. Тогда поясните мне, я чего-то не понимаю. Почему тогда Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков собирается сама вот этим заниматься? Потому что Минздрав не справляется, потому что Минздрав не хочет. Вот, не понимаю здесь вот. На самом деле я до конца не понимаю эту идею. Дело в том, что Минздрав имеет колоссальную, разветвленную наркологическую службу, которая имеет все необходимые инфраструктурные элементы этой помощи. Лечебной, психотерапевтической, реабилитационной. И почему этим хочет заниматься ФСКН в отношении больных наркоманией, мне не очень понятно. Мне также не очень понятно, как бы, конечная цель. Ну, раздавались такие предложения, что вернуть норму уголовного законодательства, уголовное преследование за употребление наркотиков. Да. Они пытаются немножко расширительно понимать, то есть любой потребитель наркотиков... Когда вы говорите о ней, вы кого имеете в виду? ФСКН. Причем, ну, понятно, что не все, там есть определенные идеологи в этой службе, которые пытаются вот немножко извратить смысл вообще этого заболевания. То есть больным наркоманией хотят признать любого человека, который хотя бы раз в жизни употребил наркотики, попал в поле зрения полиции. И тогда принудительно его заставить лечиться в их же структурах. Причем при этом никаких структур лечебных и реабилитационных в ФСКН нет. На это потребуются, как вы понимаете, колоссальные денежные средства. И проведя этот закон, значит, они будут требовать у правительства обеспечить их финансовыми средствами для строительства параллельной наркологической структуры, но уже в рамках Федеральной службы по контролю за наркотиками. О каких деньгах мы говорим? Примерно порядок? Трудно сказать. Называются разные цифры. Ну, где-то до 180-190 миллиардов рублей. Однако. Я расширю просто номенклатуру наркотиков, которые я потребляю во время передачи, кроме кофеина. Это еще... Как это зовут? Бабочка. У нас коты есть. Коты – это тоже наркотик в определенном смысле. Мы их пристраиваем зрителям. Ну, во всяком случае, на мой взгляд, кошки оказывают лечебное действие. А разве наркотики вообще все не оказывают лечебное действие? Ведь вы знаете, что в английском слово «drugs» – оно и для наркотиков, и для медикаментов одно. Это известно, да. Но иногда суррогатное самолечение потом оборачивается своей оборотной медалью и заболеванием зависимостью. Мы про это обязательно поговорим, но вернемся к разговору об инициативе госнаркоконтроля. Потому что все мои знакомые юристы, все специалисты из антикоррупционного комитета в один голос говорят, что есть очень мощная коррупционная составляющая в этой инициативе. Потому что оперативники получат возможность решать, наркоман человек, условно говоря, или нет. Значит, наркоманом сертифицированным никто не хочет быть. Ну, наверное, вы правы, но я думаю, что любое движение полицейского может грозить этим. Поэтому мне бы не хотелось обсуждать этот вопрос, потому что это не мое. Я врач. И в тонкостях коррупционной составляющей я не очень понимаю. Поэтому я знаю совершенно точно, что больными должен заниматься врач, сертифицированный врач-психиатр-нарколог. У нас достаточно таких врачей в наркологической службе Минздрава. И откуда появятся еще какие-то наркологи, которые будут служить в ФСКН, мне трудно себе даже представить. Их... Вообще наркология не очень популярная специальность среди врачей. И иногда ходят мифы, что наркологи – это богатые люди. Да-да-да. Да-да. И есть, кстати, некоторые идеологи в ФСКН, в госнаркоконтроле, которые так и говорят олигархи от наркологии. Заявляют это публично. Да, я слышал. Ну да. На самом деле нет. И зарплаты наши не так высоки. Мы же не про зарплату сейчас говорим. Мы говорим про вознаграждение. Вознаграждение. Есть, да, есть масса коммерческих наркологических клиник, где достаточно большие вознаграждения, но там лечится довольно мало народу. Вообще наркология – это такая, скорее, затратная специальность. Потому что, почему я не очень люблю негосударственные наркологические учреждения, там основная выгода финансовая – это детоксикация. То есть самое начало там. Если это в отношении алкоголя, то похмель. Похмель. Их так называют. Врач-похметолог. Да. Если это наркоман, то, значит, вот переломаться. Приходят, это занимает непродолжительное время, стоит очень дорого. Ну сколько дорого? Вот сколько? Ну мне трудно сказать, что некоторые клиники берут порядка 500 евро в сутки. Это очень дорого и недоступно для населения. А курс из скольки должен состоять? По-разному тоже. От трех до недели где-то. Иногда до десяти дней. Иногда до двух недель. Ну люди редко остаются дольше. А вот самая основная работа начинается потом. Это вот тонкая работа психотерапевта, психиатра, реабилитолога. А на это денег не дают больные. Поэтому невыгодно этим заниматься. И этим никто не занимается. Ну да. Это вот такая определенная часть наркологов, которые занимаются такой частной практикой, в основном детоксикацией. В общем, похметологи. А государственная система... Да, кстати, и предлагаются только какой-то ограниченный перечень услуг медицинских. Ну я не знаю, какие-то капельницы, какие-то лекарства минимальные и так далее. А вообще лечение у нас, почему я говорю, оно затратное? Потому что детоксикация, потом психиатрическое лечение, потому что есть депрессия, есть патологическое влечение к наркотикам и алкоголю. Дальше психотерапия, дальше реабилитация. Это занимает месяцы и годы. И понятно, что только государство может предложить полный набор вот этих методов, методик, подходов, услуг медицинских, которые необходимы этому больному. Да, это достаточно сложная технология. Министерство здравоохранения в своих документах утвердило эту технологию. Есть порядок оказания наркологической помощи. Что должен делать врач, что должен делать психолог, специалист по социальной работе и так далее. Создавать вновь в другом ведомстве вот эту сложную систему медицинской и реабилитационной помощи, на мой взгляд, в общем, невозможно. Просто невозможно. Врачей у нас не так много в стране, которые занимаются этой работой. Насколько я знаю, зарплаты в госнарк контроле даже для аттестованных, имеющих погоны и звания офицеров, не так высоки. И вряд ли врач будет получать больше кадрового офицера. Поэтому я очень сомневаюсь, что туда кто-то вообще пойдет работать. И мне кажется, это все какой-то блеф. Ну, не знаю, есть же какие-то и неформальные способы. Вы знаете, такой есть замечательный поэт Александр Вулых. У него есть поэма про Роллс-Ройс. И там, в частности, обыгрывается тот миф или не миф, это вы мне расскажете, что чиновник госнаркоконтроля борется с наркотиками, употребляя попеременно, орально и внутривенно, значит, вот как бы наркотики. И вообще существует такое мнение, что целиком эта вот служба федеральная, и, кстати, и ваше ведомство тоже, на самом деле опосредованно, может быть, этого не понимая, работают на наркомафию. Я поясню, в чем дело. Вот, допустим, кофеин. Это же наркотик. Рано или поздно вы же запретите употреблять кофеин. Мы нет. А? Мы нет. Почему нет? А вы же выступаете, допустим, против ЛСД. Вы же ЛСД называете наркотиком? Да. А при этом ваши коллеги-медики, то есть наркологи, говорят, что ЛСД вообще ни разу не наркотик, что к нему нет никакого привыкания, что этот медикамент гораздо безвреднее, чем многие из тех, которые продаются. Ну, у нас популяризаторов наркотиков достаточно много в разных слоях населения. У нас среди врачей тоже есть люди, которые утверждают, профессора, которые утверждают, что человек имеет право употреблять наркотики, поэтому общество должно предоставить ему право покупать эти наркотики. Так что, ну, чудо-то... Ну, потому что он, иначе он будет покупать их, не уплачивая ни налоги. Вот о чем бы я хотел бы действительно поговорить, вот про что называть наркотиком. Ведь алкоголь, допустим, очень тяжелый наркотик. Он не то, что продается свободно, он рекламируется. В общем, фактически ограничений, ну, помимо запрета по реализации в ночное время, вы ведь тоже были, по-моему, одним из инициаторов вот этого. Не существует, как бы, никаких ограничений. Ну, возрастной ценз и вот график продаж. При этом... И места продаж еще. А? Места продаж, да. Он все-таки из палаток, мы его убрали. Хорошо, но ведь алкоголь гораздо более тяжелый наркотик, чем, там, то, что называется травой, та же марихуана, которая используется в медицинских целях. Есть клиника в Израиле, в Колорадо, в Калифорнии. Это используется в медицинских целях, продается там наркотик. Этот наркотик или это средство не для утехи, а для медицинских, как бы, целей. Объясните мне, почему такие двойные стандарты? Это не двойные стандарты. Я могу сказать больше, что в мире существует около миллиона видов растений с психоактивными свойствами. Еще несколько миллионов синтетических веществ, которые обладают тоже психоактивными свойствами. Все это закрыть под списки, наркотические списки невозможно. По определению просто. И дело тут не в наркотиках, а дело в спросе, дело в головах. И помните, да, разруха, она в головах. Поэтому все закрыть невозможно. Но в начале прошлого века, в девятом-двенадцатом годах, там прошли две конференции. Одна шанхайская, другая гаггская. И человечество, в общем, согласилось, что ряд веществ необходимо закрыть под контроль, потому что вред от них выше, чем вред от алкоголя и табака. Например, от чего? От опиума вред выше, чем от алкоголя? Причем, еще скажу больше, что опиум и конопля входили в арсенал британской фармакопеи и очень широко использовались в лечении психических и психических расстройств. Ну так же, как и производные коки, насколько я понимаю, тот же кокаин тоже использовался в медицинских целях. Да, конечно, как обезболивающее вещество. Да, как местное обезболивающее вещество использовалось. Героин придумал Байер как противокашливый препарат. Тот самый Байер, который был производителем эспирина. Я думаю, что он тут не виноват, просто такой вызов получился. Но героин придумал, ведь был не как наркотик, это, наверное, та же история, что с фиагрой. Как противокашливый препарат. И потом придумали, что героином можно лечить морфинистов, которых очень много накопилось к концу 19 века. Потом оказалось, что он в тысячу раз сильнее, чем морфин. В смысле привыкания или в смысле действия? В смысле действия, да, конечно. И зависимость вызывает более мощную. И медицинские пошли... Более мощную или более быструю? И быструю и мощную. Да, потому что он сильнее. И вот тогда много стран, ну и в том числе Америка, Великобритания, Россия, Китай договорились, вот эта шанхайская знаменитая конференция 2009 года, о том, что вот есть определенные вещества, медицинские последствия от приема которых значительно превышают их пользу. Это был основной аргумент. Поэтому из всех фармакопей, из всех арсеналов лекарственных средств убрали опиаты, убрали коноплю и их минимизировали только в отношении больных онкологического профиля. Потом этот список стал пополняться, стали придумывать новые наркотики. Говорят, что до 50 наркотиков новых придумывают ежегодно. Ежегодно? Ежегодно. Что касается алкоголя, тут сложная штука. С одной стороны, вы абсолютно правы. Достаточно тяжелый по последствиям вещество. Раствор. Но человечество пьет порядка 7 тысяч лет алкогольную продукцию. Но оно и курит порядка столько же тысячелетий? Нет, курит меньше. Курит меньше. После того, как Колумб привез в Европу табак, до этого... Хорошо. А то, что там курили до Колумба, это вообще не считается? Не курили, нет. Не курили. Вот для телезрителей отдельно скажу, что табак... Ну, коку жевали? Коку жевали, да. Но кокаина не употребляли. Листья коки жевали, да. Когда покойный президент Венесуэлы публично жевал листья коки, говорил, что это не наркотик. Может быть. А это наркотик? Это наркотик кокаин. А вот когда это в натуральном продукте, это, конечно, не наркотик. Это растение, которое растет там в Южной Америке. Так вот, табак употребляли как галлюциноген. Достаточно мощный галлюциноген. Но это другой сорт табака. И его курили, может быть, один раз в жизни. В обряде инициаций. То есть при переходе из детского возраста во взрослое состояние. А когда Колумб привез табак в Европу, вот тогда пошла мировая эпидемия курения табака. Ну, то есть я вот так понимаю, что мы с вами таки не договоримся, что есть наркотик, что нет наркотик. Потому что я читал там ваши интервью, вы говорите, что и рок-музыка, в общем, ну, психоделические наркотики. Я так не говорил. Я говорил аккуратней. Я говорил, что последователи некоторых рок-направлений... Ну, вы и Битлз, и Пинк Флойд называли. Да. Лидер Пинк Флойд всю свою музыку написал под коноплей. Очень хорошая музыка, я не знаю, под чем она написана. Хорошая музыка, только субкультура, которая вокруг Пинк Флойда. Я помню, один молодой человек еще в 70-х годах мне говорил, ну, как можно слушать Пинк Флойд, не покурив коноплей? Ой, ну, просто вот мы точно не договоримся, не придем к общему знаменателю. Нет, не придем. То есть по формате 24 минут это просто не получится. Давайте поговорим о другом. Нет, у нас... Давайте... Есть мировая договоренность, что некоторые вещества являются наркотиками. Все мировые договоренности справедливы и адекватны. Вот, когда... Давайте на этом поставим точку и перейдем к игре вправду. У нас... Давайте попробуем. У нас помимо кошек, традиций, это, во всяком случае, игра не наркотик. Согласимся, что вот это кофеин относительно наркотик. Кошки, в общем, это тоже медицинское что-то такое у нас. А вот игра это абсолютно ни разу не наркотик. Следующим образом она выглядит... Здесь есть четыре фишки разных цветов. Я понимаю, что вам как государственному человеку играть как-то, может быть, не с руки, но есть же понятие формата. Оно вам должно быть известно. И карточки четырех цветов. На карточках написаны вопросы. Не я их придумал, это французская игра. Красные это откровенные вопросы, желтые неловкие, голубые на подумать и белый свободный вопрос. Вы выбираете фишечку, достаете карточку, зачитываете вопрос. Про наркотики здесь вопросов нет. Отвечаете или не отвечаете. Три таких вопроса. Договорились? Хорошо. Все, ну, хоть в чем-то мы договорились. Так, оставляем здесь нашего кота, нашу кошечку. Била себя прекрасно. Я знаю, что вы кошатник, нам даже не удалось поговорить про приятное, про кошек. Все про наркотики. Кошки это хорошо. Так, да, кошки это хорошо. Ну, в чем-то мы сошлись, что кошки это хорошо. Она чем-то напоминает кошку Билла Клинтона. А, у Билла Клинтона тоже кошатник? Да, да. Мало того, что он саксофонист и стал быть потенциальный наркоман. И потребитель, кстати, и потребитель конопли. Правый. Да, красная карточка. Убирайте любую красную. Я могу зачитать, если вы хотите. Вооружиться. Если вы мне доверяете, я могу зачитать. Вы когда-нибудь, когда-нибудь корили своего партнера за то, что он зарабатывает недостаточно денег? Нет. Нет, конечно. Ваши партнеры, это не госнаркоконтроль я делаю. Из-за этого. Нет. Я всегда считал, что мужчина должен зарабатывать достаточно, чтобы не задавать глупых вопросов. В чем-то мы традиционно... Еще в одном мы сошлись с вами. Голубая. Ну, вопрос на подумать. Сидите ли вы на... А, сидите ли вы на дорожку перед поездкой? Зачем? Да, это традиция. Сижу, конечно. Сижу, молчу, молюсь. Сидеть лучше на дорожку, чем на наркотике. Скалабурю я. И последнее. Да, это здорово. Последний, желтый. О, вы просто по всей гамме пришлись. Неловкий вопрос. Вы делали фото уточкой? А что это такое? Это, знаете, то, что называется duck face. Это вот к девочкам больше. Я думаю, что мы вряд ли... Я даже не понимаю. Да, вот я думаю, что да. И я даже не могу это отнести к неловкому вопросу, потому что я просто не понял его. Ну, девочкам, наверное, бывает неловко. Вот. Девочкам бывает неловко, потому что они, как правило, фотографируются. Суточкой. Вот так вот. Вы знаете, я на самом деле доволен тем, что мы хотя бы в чем-то солидарны. То есть, ну, это отношение к кошкам. Это очень мощный фактор. И мне кажется, что не хватило вот 24 минут для того, чтобы все-таки разобрались, что есть наркотики, что нет наркотики. Я старался вас как-то спровоцировать, но вы очень как-то так дипломатично уходили от такого жесткого разговора. Есть такое понятие социальный договор, да, вот государство с жителями. В общем, жители, население и население Земли приняли эту точку зрения, что некоторые вещества все-таки наркотики. И только небольшая часть жителей нашей планеты считает, что это не наркотики. Их примерно 1% населения Земли. Все остальные, я уже не говорю о строгостях мусульманских стран. Я одного профессора из Кувейта спрашивал, почему? Он говорит, все очень просто. Пять раз в день молиться нужно. А перед Богом надо быть трезвым, с чистой головой. Поэтому никакие наркотики, никакой алкоголь не допустим в принципе. Так что мне очень близка, честно говоря, эта мысль. И у нас, у православных тоже молитвенная жизнь должна быть. И когда человек живет в молитве, то и наркотики в общем не нужны. А как же религия – это опиум для народа? Мы про это. Ассортимент наркотиков, он на самом деле… Ивлечь, да. Ну, на самом деле, действительно, есть такая философия, что объектом зависимости может быть все, что угодно. Я помню, 22 августа 1991 года, я случайно, проходя мимо, попал на митинг после победы над путчистами. Это были опьяненные люди. Они были совсем в другом состоянии сознания. Опиум, политическая идея – это тоже опиум. Так что предметом зависимости может быть все, что угодно. И абсолютной свободы нет и, наверное, не может быть. Мы своим ребятам говорим, что если ты хочешь быть свободным, ты должен зависеть от Бога. Если ты хочешь быть свободным абсолютно, ты будешь зависим от дьявола. И они это понимают. Ну что ж, будем считать, что это понял я, хотя на самом деле мне не хватило аргументов. Я думаю, что мы продолжим разговор про наркотики когда-нибудь после того, как вот эта инициатива госнаркоконтроля к чему-нибудь придет. Большое вам спасибо за беседу.